Теория плоской Земли в наше время не должна иметь никаких шансов на популярность. Сегодня есть очевидные доказательства того, что Земля вращается вокруг своей оси, Земля имеет форму шара и Земля вращается вокруг Солнца. Самое подходящее устройство, очевидно показывающее вращение Земли, это гироскоп. Гироскоп может показывать точную ориентацию оси и угловую скорость вращения Земли. Если ось диска гироскопа разместить параллельно оси вращения Земли, то гироскоп вообще не сдвинется с места. Представим, что мы на плоской Земле, и она при этом вращается. Центр Земли и ось вращения это север, а юга не существует вовсе. С любой точки Земли человек будет видеть все звездное небо целиком, и все созвездия для него будут вращаться против часовой стрелки. Но на самом деле все не так. С северного полушария Земли мы видим, как созвездия вращаются против часовой стрелки. Но видим мы лишь половину созвездий, так как другая половина навсегда закрыта взгляду из-за постоянности оси вращения. С южного полушария мы видим, как созвездия вращаются в противоположную сторону, то есть по часовой стрелке. И видим другую половину созвездий. При наблюдении звезд с экватора созвездия вообще не вращаются, а по прямой линии восходят на востоке и заходят на западе. За один год с экватора можно видеть все звездное небо. Возможность увидеть с экватора все звездное небо за один год объясняется годовым вращением Земли вокруг Солнца. Если Земля плоская, то Солнце можно увидеть с любого места, а если оно зайдет за край Земли, то ночь наступит сразу же для всех. Но как мы знаем, это совсем не так, и когда на Дальнем Востоке полная ночь, в Москве еще вечер. Земля вращается вокруг собственной оси, но нам кажется, что это Солнце и звезды вращаются вокруг Земли. Частоты такого вращения звезд и Солнца отличаются лишь на 0,27% из-за того, что Земля вращается вокруг Солнца. Само Солнце тоже вращается вокруг своей оси, но Солнце вращается по частям, экваториальная часть делает оборот за 25 земных суток, а полюса за 34. На Ютубе много видеороликов, на которых с разных высот демонстрируется искаженный широкоугольным объективом горизонт Земли. Для профессионального фотоаппарата с полнокадровой матрицей 36х24 мм, самый лучший широкоугольный объектив имеет фокусное расстояние 24 мм. Объектив с меньшим фокусным расстоянием будет сильно искажать изображение. Матрица 36х24 и фокус 24 мм обозначают, что если сфотографировать стену с расстояния в 3 метра, на снимок вместится 4 метра стены в ширину и 3 метра в высоту. На такую фотоаппаратуру с высоты в 35 км над уровнем моря в кадр влезет лишь дуга горизонта Земли шириной в 890 км, с высоты в 50 км влезет 1060 км, со 100 км в 1500 км. Даже с борта Международной космической станции, которая находилась на максимальной для себя высоте в 430 км, мы не сможем сфотографировать всю Землю, а влезет в кадр лишь только 3170 км. Полностью в ширину кадра Земля влезет минимум с высоты в 3190 км. Для расчета максимальной дальности видимости объектов на Земле нетрудно вывести формулу по этой схеме, зная лишь теорему Пифагора о прямоугольном треугольнике. Эта формула годится лишь для определенных условий на суше. Человек выше 180 см видит примерно на 5 км, с балкона пятого этажа видно на 13,5 км, с десятого этажа на 19 км. Для наблюдения с моря эти формулы не всегда подходят, так как там часто есть эффект морской рефракции. Это когда при определенных атмосферных условиях влажный морской воздух прямовляет свет так, что мы можем видеть в 2-3 раза дальше, чем на суше. При морской рефракции объекты видны даже под небольшим вертикальным наклоном к наблюдателю, и многие порты моряки издали видят как на ладони, а когда подплывают ближе, изображение наклоняется обратно и видно лишь ближайшие объекты. В одно время, при условиях рефракции, на море мы можем видеть далекие скрытые объекты, а в другое время, на том же самом месте, мы видим лишь обычный морской горизонт, позволяющий видеть объекты по стандартной формуле. Атмосферой принято считать ту область вокруг Земли, в которой газовая среда вращается вместе с Землей как единое целое. Плотные слои атмосферы заканчиваются на линии Кармана, на 100 километрах над уровнем моря. Искусственные спутники Земли должны находиться на орбите выше этой линии. Спутники на низких околоземных орбитах до 800 километров над уровнем моря находятся в термосфере. На высоте от 200 до 800 километров в термосфере температура воздуха выше 1200 градусов Цельсия. Но космические аппараты там даже не нагреваются, поскольку мощность передачи тепла сильно разреженного воздуха меньше мощности отводимого излучением тепла от спутника. Чем выше орбита, тем сложнее туда забросить спутник. Требуется ракета с большим объемом топлива. Спутники для телевидения располагаются на геостационарной орбите на высоте 35786 километров над уровнем моря. Геостационарная орбита совпадает с плоскостью вращения Земли и экватором. Спутники на ней вращаются с такой же частотой, как и Земля. Поэтому они кажутся нам зависшими в одной точке, и мы можем навести на них параболические телевизионные антенны. Спутники системы GPS находятся на орбите в 20200 километров. Делают два оборота в сутки и располагаются в шести плоскостях по четыре спутника в каждой. Задача GPS – обеспечить в любой точке Земли хорошую видимость минимум трех спутников, чтобы можно было определить местоположение. Международная космическая станция находится на низкой околоземной орбите на высоте около 400 километров. Всего было запущено около шести тысяч спутников. Если равномерно распределить их по орбитам, то между соседними спутниками будет 3500 километров. Поэтому на фотографиях с МКС не видно других спутников, тем более, что большинство из них выше на десятки тысяч километров. Есть сайты, на которых можно узнать, когда МКС пролетит над вашим регионом, и можно будет ее сфотографировать с Земли. Увидеть и сфотографировать спутники на геостационарной орбите можно только через телескоп. При наблюдении геостационарного спутника в телескоп, ты убедишься, что он действительно как бы завис в одной точке, и телескоп не надо постоянно корректировать. А позади спутника проносятся далекие звезды. Так как спутники геостационарной орбиты неподвижны относительно поверхности Земли, спутниковая антенна надо лишь однажды навести на нужный спутник. Потребители, живущие на экваторе, находятся в одной плоскости со всеми спутниками геостационарной орбиты. Однако редко кто из них направляет свою спутниковую тарелку вертикально вверх, на ближайший для себя спутник. Если на экваторе направить тарелку вверх, то днем она сфокусирует Солнце, когда оно будет в зените, и датчик быстро расплавится. Также во время дождя купол антенны наполнится водой, поэтому там направляют тарелки на дальние спутники. Осадки не застаиваются, и когда Солнце войдет в зенит, оно не сфокусируется прямо на датчик. Как известно, радиоволна угасает обратно пропорционально квадрату расстояния. Поэтому транспондер телевизионного спутника в 100 раз мощнее, чем передатчик сотовой сети, и его сигнал направленный. Спутниковая антенна потребителя по площади до 1000 раз больше, чем у сотового телефона. Кроме того, скорость передачи информации у сотового датчика в 6 раз больше, а задержка сигнала в 500 раз меньше, чем у спутникового. Даже первые космические скафандры защитили бы человека от вакуума в космосе. Давление внутри первых скафандров было около 25 килопаскалей. Это 25% от нормального атмосферного давления на Земле. В современных скафандрах давление 40 килопаскалей. Это 40% от атмосферного. Нормальная температура человеческого тела 36 градусов, или 309 кельвинов. Критическая температура тела 42 градуса, 315 кельвинов. Из фазовой диаграммы воды видно, что при 315 кельвинах вода закипит при падении давления до 10 килопаскалей, то есть 10% от атмосферного. Так что даже у больных космонавтов с высокой температурой не закипит кровь при выходе в открытый космос. Глобус сферический, а карта плоская. Поэтому, чтобы выровнять карту мира в прямоугольник, приходится изображение растягивать у полюсов и сжимать на экваторе. Но на онлайн-картах функция измерения расстояния просчитывается не по изображению, а по геоидной модели Земли. Поэтому оно точное. На Яндекс-картах на экваторе и у полюса линии одной длины. Но их истинная величина сильно отличается. Многие интернет-разоблачители вляпались в теорию плоской Земли, подставив под сомнение и всю ранее распространяемую ими информацию. Эти разоблачители не летали на самолетах и не видели в иллюминатор, что Солнце намного выше облаков. Они не смотрели в телескоп и не видели в него спутники, звезды, Луну и Солнце. Я видел много инженеров и даже кандидатов технических наук, которые забыли, как берутся простые интегралы. Что уж тут говорить о интернет-разоблачителях, гуманитариях, которым не знакома даже элементарная логика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова